Посетителей даже больше, чем в прошлом сезоне. Кажется, открывшиеся летники кафешек словно получили новую жизнь. Изголодавшиеся по атмосфере ресторанному мини-ульяновцы спешат потрапезничать на веранде. В одном из городских баров с самого утра бронируют места. Работники заведения помнят тот первый день открытия летней террасы после двухмесячного простоя. Толпа людей. У меня было с утра уже все забронировано на весь день. Очень много народу. Люди соскучились и проголодались, я бы так даже сказал, именно по нахождению в компании, а не дома. Ажиотаж сохраняется сейчас? Да, конечно. То есть за две недели ничего не поменялось. Продолжаем в режиме нон-стопа работать. Большое количество гостей, несомненно, радует руководство. Не в тягость даже увеличившийся объем работы в части соблюдения всех санитарных норм. Каждый день перед открытием ресторана сотрудникам измеряют температуру. Затем идет подготовка террасы. Рулетка отмеряют расстояние между столиками не меньше полтора метра. За одним столом не больше четырех гостей. Обслуживают посетителей в масках и перчатках. На входе дезинфектор для рук и коврик для ног. А внутрь заведения пускают только в уборную. Это на самом деле мешает не только нам, потому что мы как на доставке уже работали по этим требованиям, так и продолжаем работать. Больше всего, конечно, мешает гостям, но в любом случае либо так сейчас, либо никак. Поэтому требования достаточно логичные, они объяснимы и мы им придерживаемся. Работа для персонала увеличилась и в ульяновских бутиках. Однако большинство из них не могут, как те же места общепита, похвастаться былой посещаемостью. Руководители одного из магазинов женской одежды в Ульяновске рассказывают, что клиенты из-за пандемии все еще шопятся с опаской. По сравнению с прошлым годом клиентов у них стало на 30% меньше. Все нормы соблюдаются в полном объеме. То есть это и маски обязательные, и перчатки у персонала. Вход без масок, соответственно, запрещен. А в примерочной, соответственно, работа ведется обязательно после каждой примерки. Каждая вещь должна быть отпарена. До открытия примерочных магазин в основном работал на доставку. Бесконтактно снимал мерки, подбирал вещи или полный образ клиенту. Не обошлось и без возвратов. Больше половины тех, кто покупал одежду непосредственно в магазине без примерки, сдавали ее обратно. Однако пандемии, как признаются сами владельцы, дала пинок. Сейчас магазин отлаживает продажу в интернете, которая во время трудных времен помогала оставаться на плаву. Мы занимаемся продажами через официальный наш инстаграм. На данный момент мы ведем активную работу по переработке сайта именно в интернет полноценный магазин, который будет работать на всей территории Российской Федерации. Помимо этого, группа компаний работает над мобильным приложением. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.